Здравствуйте! О главных событиях жизни Брянского региона вы узнаете из нашей информационной программы в студии Марина Николаева. По данным наутро 18 октября в Брянской области 349 человек получили положительные результаты коронавирусных тестов. Это новый антирекорд за сутки. 151 человек, то есть половина всех заразившихся жителей Брянска. Для областного центра это тоже антирекорд. На втором месте по количеству выявленных случаев Унеческий район. Здесь ковид подтвержден у 31 жителя. В Суражском районе 30 новых случаев. Существенный рост заболеваемости в Стародубе – 23 положительных теста. Больные с ковидом выявлены в 17 муниципалитетах из 31. Победили болезнь всего 67 человек. 10 человек погибли от страшной инфекции и ее осложнений. За 7 дней зарегистрированы 83 летальных случаев исхода этой болезни. Врачи константируют, что заболевание протекает легко, если пациент был привит. Практически не бывает заражений среди вакцинированных в последние 4-6 месяцев или тех, кто прошел ревакцинацию. Термометрия, масочный режим, антисептики, вакцинация сотрудников. Как еще Брянский аэропорт противостоит пандемии коронавируса, выяснила Ольга Макушникова. Брянский аэропорт. Каждый день здесь встречают и провожают десятки, а порой и сотни путешественников. Чтобы минимизировать риск распространения коронавируса, а он, как известно, в местах массового скопления людей велик, здесь принимают максимальные превентивные меры. На самом деле мероприятия проводятся по коронавирусу очень серьезные. У нас установлены специально очистительные системы воздуха с ультрафиолетовой очисткой. Ежедневно проводится, согласно графика, обработка помещений, облучение помещений специальными лампами, проветривание помещений. А еще обязательная термометрия на входе, антисептики, ну и, конечно, масочный режим. И для сотрудников, и для посетителей. Надо отметить, подавляющее большинство пассажиров относятся к ковидным ограничениям со всей ответственностью. Правда, встречаются и те, кто надевает маску, так сказать, для галочки. Масочку надеть на нос – очень серьезная ситуация. А почему не носите маску, так как положено? У меня жарко. Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Николай Лучкин лично проинспектировал соблюдение масочного режима в воздушной гавани и побеседовал с пассажирами. Как выяснилось, те защищаются от возможного заражения всеми доступными средствами. Вы примиты? Да. Вот это правильно. Это же из него не пускают. Покажите, пожалуйста. Даже на двух языках. Я на английском пока не стала делать. Воронеже не пускают, вы бы дали из него. В Брянске пока QR-коды повсеместно не ввели. Однако вакцинация продолжается весьма активно. Прошли ее и больше 70% сотрудников аэропорта. Причем прямо на рабочем месте. У нас режим сменный. Поэтому какие-то смены работают два через два, которые сутки трое. Поэтому двойная прививка, она вот так вот немножко растягивается. Но до конца месяца у нас будет больше 90% привиток. Ольга Макушникова, Виктор Левченков, События, Брянск. Опережая события 32, в Брянске завершила работу первая школа медиа-волонтера. На протяжении трех дней 52 участника учились писать тексты и брать интервью, снимать видео и делать качественные фотографии. Мастер-классы прошли в практическом формате под руководством опытных наставников. Организаторами мероприятия выступили правком студентов Инженерно-технологической академии и Департамент внутренней политики Брянской области. Повысить свои навыки смогли больше полусотни молодых брянцев. Самые свежие знания им преподали в трех направлениях. Мы занимаемся фото-видео творчеством уже на протяжении 15 лет. У нас большой проект, ездим по России, освещаемый все российские мероприятия. Писать тексты красиво, грамотно, вести репортажи, брать интервью, обрабатывать весь этот материал, работать с корреспондентами, работать с видеооператорами, с фотографами. Вот все в общем, за что отвечает корреспондент. 21 век – это век видео. Видео очень популярно и очень классно смотреть эмоции с репортажей, классно создавать музыкальные клипы. И видео, оно очень ярко передает атмосферу мероприятий, жизни. Поэтому ребятам это в любом случае пригодится. В финале ребята представили свои работы и получили сертификаты участников. Светлана Дробкова, Алексей Рязанцев. События. Брянск. Два концертных пианино Николай Рубинштейн российской фабрики «Аккорд» поступили в распоряжении педагогов и воспитанников Клинцовской детской школы искусств. Это очередная поставка в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому материально-техническую базу учреждения дополнительного образования пополнило большое количество новых музыкальных инструментов. Новые инструменты сразу включили в работу специального класса фортепиано и концертного зала, где проходят репетиции хора. Их отличное звучание успели оценить и педагоги, и их воспитанники. На этом инструменте очень приятно играть, потому что у него красивый звук и мягкий тембр. Взрослому музыканту на таком инструменте, безусловно, очень приятно играть и можно творить совершенно свободно, не задумываясь о каких-то мелочах. Такого масштабного пополнения материально-технической базы не было с 1992 года. Педагоги уверены, это даст новый импульс к развитию творческих способностей их подопечных. Слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за этот прекрасный национальный проект «Культура», нашему губернатору, который курирует этот проект, нашей администрации города и, конечно, нашему прекрасному директору Наталье Борисовне Байдаковой. Потому что она хлопотала, она волновалась, она беспокоилась, и все мы были вовлечены в этот процесс. Дети довольны, преподаватели ждут успехов, ждут радостных событий, таких как конкурсы и концерты. Ольга Макушникова, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События Клинцы. Молодой и очень амбициозный, так можно сказать, и о возникшем в феврале этого года брянском казачьем хоре, о его руководителе многодетном ацезно, так и казачьей культуры, и музыканте Сергея Батаеви. С примерным семьянином, талантливым хорместером и одаренным исполнителем пообщалась наша съемочная группа. Мы поедем на коне, на березу, 8 лет, и мацана, а народа, вот ими, ими. Ни дня без музыки. В этой семье поет и играет каждый. Родители на серьезном профессиональном уровне, дети по зову сердца и крови. За успехами взрослых Батаевы-младшие поначалу наблюдали со стороны. С возникновением брянского казачьего хора все трое пошли по стопам отца. Он учит меня, и учил меня до этого возраста. Недавно он пригласил меня в свой хор, и теперь для меня отец это не только отец, но еще и учитель, наставник и руководитель. Папа очень целеустремленный. Он создал несколько московских ансамблей и брянский казачий хор. И в этом можно на него равняться. Сергей Батаев играет на разных музыкальных инструментах, а началось все с домра еще в школьном возрасте. Будущее определили музыкальная школа и народный хор. Настолько мне понравилась красота русской песни, ее распевность, что я решил поступать в музыкальное училище. Когда-то приехал на репетицию, услышал хор профессиональный, просто влюбился и все. И теперь вот так дальше и пошел. После музыкального училища он в физкультуру поступил. После физкультуры сделал свой ансамбль. Не один. Родился и вырос Сергей Батаев во Владимире. Образование получил в Москве. Там создал и свои первые творческие коллективы, и главный, самый сплоченный долговечный союз. Познакомились мы в институте культуры в городе Химки, Подмосковье. Семья зародилась спонтанно. Из-за переезда в общежитие решили пожениться. Ну и раз поженились, значит, нужно деток рожать. И вот отсюда у нас такая большая семья. А сошлись, конечно, и в творческом плане, и сразу же стали выступать вместе. С февраля этого года большая семья Батаевых неразделима ни дома, ни на сцене. Они костяк брянского казачьего хора. Вместе восстанавливают казачью брянскую песенотанцевальную традицию, вместе строят далеко идущие планы. У меня цель сейчас это сделать брянский казачий хор, чтобы он стал государственным, чтобы он стал официальным, чтобы не уступал кубанскому казачьему хору. Почему кубанскому? Потому что я считаю его самым лучшим хором и всех казачьих. Это мое личное мнение. И хотелось бы сделать тоже здесь хор. У нас в декабре будет концерт. Мы всех приглашаем на этот концерт. Несмотря на достаточно юный возраст, хор уже заявил о себе. В 2021 году стал лауреатом в областном фестивале казачьей культуры в песне «Душа казака». Коллектив принимает в свой состав всех, кто любит музыку и казачью песню. Светлана Дробкова, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. В Брянском театре драмы начался 96-й сезон. Его открыла комедия «Красотка и семья». Старту сезона 95-летию театра и 80-летию начала Великой Отечественной войны посвящена выставка «Имена времени», которая развернута в фойе второго этажа. На ней представлены фотографии, спектакли, начиная с 1926 года, актеров, а также декорации, костюмы, афиши и программки. Александр Новиков прикоснулся к истории Брянской Мельпомины. В архиве Брянского театра драмы имени Толстого за его 95-летнюю историю накопилось немало интересных фотографий. На выставке «Имена времени» представлена лишь малая часть. Более 200 раритетных снимков, начиная с 1926 года, то есть с момента основания театра. Здесь звезды сцены прошлых лет в образе и без. У некоторых из них за плечами огненные дороги войны, ранения, концлагеря. На открытии собрались люди, которые работали вместе на одной сцене с Юрием Авериным, Германом Постниковым, Николаем Лисовским, Константином Вологдиным, Афанасием Эстриным, Владимиром Давыдовым, Иваном Григорьевым, Михаилом Толпегиным. Таня Санчева, его воспитанница Нина Камышева, они дадут меня собрать, что нам казалось, что только нам он дает свою любовь. А он делился так щедро со всеми. Он всегда поддерживал нас. Он ввел нас в театр. Он заставил даже своим отношением к театру полюбить его. Было много теплых слов в адрес тех, кто служил в театре драмы 30, 40, 50, 60 лет назад, кто закладывал основы, традиции брянской сцены. Было все. Но то удивительное отношение к профессии, к сожалению, сейчас не замечается. И в Москве, и в других городах. Это была основа русского психологического театра. В экспозиции представлены подлинные костюмы из спектаклей. Смерть Иоанна Грозного, Любовь Яровая, Дети Солнца, Аристократы, Царь Федор Иоаннович, Поднятая Целина, Чилийская Трагедия. Это золотой фонд Брянского театра драмы. Я как будто бы попала действительно в такую теплую семейную идею. Настолько трогательно все. И вот, глядя на эти фотографии прошлых лет, я понимаю, как все ценно это. Совершить путешествие во времени сможет любой пришедший на спектакль. Достаточно подняться на второй этаж театра. Открывать что-то новое пока есть люди, у которых можно спросить. Сохранять это для того, чтобы история наполнялась и не было никаких пустых вакуумных каких-то моментов, которые, в принципе, потом мы уже не остановим. Выставка «Имена времени» — это часть экспозиционно-выставочного проекта «Про театр», который реализуется в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» без возрастных ограничений. Александр Новиков, Алексей Рязанцев. События. Брянск. Брянские полицейские задержали наркокурьера. 43-летний гость приехал в наш регион из Пермской области. При обыске у мужчины изъяли 6 полимерных пакетов, предположительно содержащих наркотическое вещество. Проведенное сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного ОМВД экспертиза показало, что в пакетах находилось 2900 граммов мефедрона. По версии следствия, зоомышленник планировал сбыть наркотик на территории Брянской области и других регионов России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Если вину подозреваемого докажут, наркокурьеру грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Вердикта суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе. Алексей Соболь, события в Игнический район. В Новозыпкове по ночам пропадали металлические канализационные люки. В течение нескольких недель была совершена серия краж. После поступивших сообщений о пропаже, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. Они установили причастность к кражам жителя Клинцовского района. Молодому человеку 27 лет. Раньше он не имел проблем с законом. Полицейские обнаружили 4 крышки люка в багажнике автомобиля подозреваемого. Как он потом признался, собирался сдать украденное на металлолом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Спорту все возрасты покорные. Представители старшего поколения подают молодежи достойный пример. В сентябре этого года на чемпионате России среди ветеранов наш город достойно представила команда по пляжному волейболу. С капитаном нашей команды познакомилась Екатерина Пеньку. Дважды серебряный призер чемпионата России по волейболу. Победитель всероссийских игр в Анапе. Все это результат изнурительных ежедневных тренировок и огромная работа над собой. Это описание подходит для обычного спортсмена. Но спорту все возрасты покорны. Леониду 62 года. Он кандидат в мастера спорта. Но любимый пляжный волейбол не бросает. Регулярно участвует в соревнованиях среди ветеранов. Выбрал я где-то 20 лет назад пляжный волейбол. И активно занимаюсь. Тренировки практически каждый день до изнеможения. Поэтому и результат такой. Всегда хотел... Здесь больше индивидуальный вид спорта. Хотя команда два человека. Но практически все зависит от тебя и от твоего напарника вдвоем. Как вы сыграете, так вот будет результат. Любовь к спорту у Леонида началась еще с детства. Сначала школьные секции, затем учеба в техникуме физической культуры. Сейчас может похвалиться достижениями в плавании, легкой атлетике, многоборье. И, конечно, в пляжном волейболе. Отмечает, что немаловажна поддержка семьи. У волейболиста настоящая спортивная семья. Ходим вместе в бассейн. На пробежки, на лыжи, на горные лыжи. Занимаемся всем практически все свободное время. Занимаемся спортом. Совсем недавно Леонид приехал в соревнования, которые проходили в Анапе. На чемпионат России по волейболу среди ветеранов приехали более ста команд из 20 регионов страны. В своей категории команда Леонида заняла долгожданное первое место. Сложно было, тяжело было идти туда. Серьезные команды приехали в этом году. Ну и так получилось. Звезды сошлись, как говорится. И получилось выиграть. Это было такое желание и цель, можно сказать, на последних нескольких лет. Эйфория и радость победы. Вот что чувствовал Леонид, стоя на пьедестале. И по приезду решил поставить перед собой более серьезные цели. Хотелось бы попасть на Олимпийские игры среди ветеранов в Японию, которые будут проводиться в следующем году. А пока Леонид со своим напарником готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в декабре текущего года в Москве. Кстати, даже несмотря на то, что уже глубокая осень, Леонид все еще тренируется здесь, на пляже. Признается, что непогода ему не мешает. Им движет желание побеждать. Екатерина Пенько, Александр Власов, События Брянск. Брянские сотрудники Дорожного управления высаживают луковицы тюльпанов. Эти цветы принято сажать перед зимой, чтобы весной радовать жителей города многообразием оттенков. В этом году рекордное количество луковиц, почти 80 тысяч штук. Для сравнения, в прошлом году было на 30 тысяч меньше. Все цветники под тюльпаны предварительно перекапываются и удобряются, а при необходимости в них подсыпается грунт. В качестве посевного материала используются голландские тюльпаны. Посадка легче переносится в прохладное время, когда меньше вредителей и болезнетворных бактерий. А почва еще достаточно теплая, чтобы корневая система начала расти. Главное, луковица тюльпана должна успеть укорениться до морозов. На это уходит 2-3 недели. Сажают цветы во всех районах города. На данный момент мы сажаем тюльпаны, подготавливаем к весне, чтобы весной наши жители радовались. Этим цветам не страшны весенние заморозки после отепелей, потому что они успели закалиться. При посадке рядами учитывается срок цветения тюльпанов. Чтобы цветник смотрелся гармонично, подбираются сорта, которые зацветут одновременно. Наша задача посадить их и немножко подкормить. А там уже погода сама сыграет. Я думаю, ничего страшного с ними не будет. Они будут уже укорененные. И поэтому весной жители города Брянска порадуют разноцветные тюльпаны. Лучшими сортами считаются те, у которых дольше всего длится период цветения. Большинство видов начинают зацветать весной и сбрасывают лепестки спустя 25 дней. Для обустройства ландшафтного дизайна используют свыше 300 сортов тюльпанов. Все цветники в городе стараются высадить в форме каких-нибудь разноцветных рисунков. Поэтому все цветники разбиваются и сажаются в определенных формах и рисунках. Весной эти луковицы превратятся в цветы белого, красного, фиолетового и других оттенков. Высадку луковиц планируют завершить до прихода отрицательных температур. Дмитрий Белов, Александр Жучков. События. Брянск. В завершении выпуска новости от регионального центра оказания услуг «Мой бизнес». Стартовал прием заявок на конкурсный отбор на получение грантов для социальных предприятий. Следите за объявлениями и на сайте мойбизнес32.рф. Подача заявок продлится до 15 ноября. С 20 по 22 октября в Азербайджане пройдет строительная выставка «Баку Билта-2021», на которой будут представлены товары брянских предпринимателей. Их участие стало возможно благодаря центру поддержки и экспорта. 21 октября в Унече пройдет выездной семинар для предпринимателей, посвященный налоговым проверкам. А 22 октября в Сельцо состоится семинар для самозанятых. Всю неделю в центре «Мой бизнес» проходят бесплатные консультации по налогообложению, по юридическим вопросам и открытию своего дела. Расписание консультаций, возможность записаться на них и на любые анонсируемые мероприятия есть на сайте мойбизнес32.рф. Это все новости к этому часу. Всего самого доброго и до встречи.